Я очень завидую зрителям, которые будут сейчас смотреть уникальный фильм о цирке. Честно говоря, проработав почти целую жизнь в цирковом искусстве, я видел всё, что было снято о цирке. И у нас в Советском Союзе, в России, и на Западе, и в Америке. Но такого фильма я не видел. Он показывает пласт культуры, он показывает период, который назывался «Золотой цирк». А «Золотым» он стал только благодаря вмешательству и огромному влиянию государства. Этот фильм – это чудо артисты, которые создали славу цирка. Анатолий Дуров рассказывается об этом удивительном человеке, который соединил в себе два жанра – политическую сатиру. Это ведь он покрасил свинью в зелёный цвет, а фамилия губернатора Одессы была зелёной, и проехался через весь Манеж. Это вот такой юмор, и дрессура. Его брат Владимир Дуров, а вот уж Владимир Дуров – это действительно явление особое. Человек мистический, человек, который занимался гипнозом, различными парапсихологическими явлениями. Он создал уголок Дурова рядом с этим именем в десятые годы. Это необыкновенно популярное в России имя Лазаренко. Лазаренко – это был акробат. Акробат был уникальный. У него были такие трюки. Значит, ставили 10 автомобилей рядом. Он разбегался без ходули и ногами перелетал через 10 этих ходули. Ставили взвод солдатам, 10-15 человек со штыками. Вот так они острые штыки делали крестом. И он пролетал, когда после революции 1917 года было создано несколько культурных организаций. Одну из них возглавлял Сейл Демирич Мирхольд. Великий мастер, гений вообще непревзойденный. Но какое-то время он ходил в кожаной куртке с пистолетом. И некоторым режиссерам говорил, что вы занимаетесь буржуазным искусством, положив парабеллом на стол. Вот надо новые образы. А где их брать? Как где? В цирке. Все режиссеры повернулись к цирковому искусству. Балетмейстеры, Форегер пришли в цирк и начали, во-первых, находить там что-то для себя, а во-вторых, вносить. Необыкновенная история о легендарном человеке для нашего цирка Вильямсе Труции. Вильямс Труции стал по-настоящему обрусевшим человеком. И к 30-м годам он стал художественным руководителем всех цирков. Я знал, что Туганов, знаменитый джигит, Кантемиров создатель, что они участники гражданской войны. Но то, что Вильямс Труции воевал с винтовкой граждан, это была новость. Это такой лорд вообще. Он ходил только во фраке. Он в жизни ходил во фраке и в цилиндре. И он ставит пантомиму Махновщина. Там он выложил настоящую железную дорогу через Манеж. Въезжал огромный локомотив. Пыхтел там с этим паровозом. И нападали махновцы. Потом отстреливались. Потом появлялся бронепоезд. Потом, ну, это Труции, вот такие мосты делали, воду наливали. Они ехали по мосту, выстрел вместе с лошадью. Это водопады. Для своего времени эта пантомима, это был серьезный прорыв. В 1939 году, вот это был как бы пик отношения государства. Было 20 лет декрета Ленина, а значит 20 лет советского цирка. И когда клоунов награждает орденами Ленина, это вообще не... А московский цирк наградили орденами Ленина? Цирк. Мы видим начало создания циркового училища. Потрясающая достоверность. Какой-то вот вход под кожу, я бы сказал. Когда собрали студентов, 400 человек, не знаю, что с ними делают. И выпустилось 50 человек. И среди них Рыжий Вася. В стороне сидит какой-то маленький клоун, размалеванный и все, и все. И с Рыжим Вася походил, походил, не получилось. Взял Чарли Чаплина образ. Тогда самый популярный. Походил, походил, начал трансформировать. И появился лучший, первый клоун нашего цирка. Михаил Николаевич Румянцев. Карандаш. Народный артист Советского Союза, герой соцтруда и все дела. Это отношения государства. Когда в Курском цирке директор покойный ставил памятник Никулину и Шуидину и попросил меня выступить, рассказать об этом. Я сказал, что я знал и любил и дружил с этими двумя великими артистами. Для меня они на всю жизнь останутся солдатами. Михаил Иванович. Он же дважды был представлен к званию Героя Советского Союза. Он горел в танке. А Юрий Владимирович Никулин, он воевал вообще огромное количество лет. Его призвали в 1939 году, он попал на Финскую войну, потом он защищал Ленинград, а потом еще его отправили на Дальний Восток. Он в 1946 или 1947 году пришел с войны. Лев Осинский, его называют Цирковым Моресиевым. Он пришел и создал номер, такая колонна с капителями, она коринского стиля, греческого, и она еще выдвигается вот так. И он в красивом таком балетном костюме, обтянутые ноги, широкие рукава, не видно ничего, а здесь протез. И он на одной руке работал 12 минут. Это невозможно. Это фильм для тех, кто любит цирк. И там они откроют для себя такие фамилии, такие именно, без которых немыслимо сегодняшнее искусство. Рекомендую всем, кто любит искусство, кто любит Россию, кто любит вообще то, что составляет настоящее истинное в нашей жизни, посмотреть этот чудесный фильм. Редактор субтитров А.Семкин